Здравствуйте на связи с вами Романов Сергей и это один из первых уроков по теме Photoshop который мне хотелось бы посвятить GIF анимации в этом ролике мы с вами попробуем создать GIF баннер конкретно какой мы сейчас посмотрим так откроем браузер вот в данном случае это наш сайт и на странице уроки для начинающих у нас вот здесь вот есть такой вот баннерик который я создал для магазина вот такой вот баннер мы с вами попробуем сделать а используя программу Photoshop так закроем пока вот для того чтобы нам создать такой баннер нам нужно подготовить фотографии то есть я предварительно накачал фотографии то есть вот мы откроем но у меня и было их много но я оставил всего лишь три остальные я выбросил но они все разного размера чтобы нам их сделать одного размера открываем вот такую утилитку в которую можно загрузить целиком рабочий стол у нас так вот полностью папку загрузили переходим в настройки и что нам нужно нам нужно так сейчас мы вначале откроем утилиту и откроем наш сайт нам нужны габаритные размеры вот нашего баннера для этого мы берем линеечку так и смотрим размер так сколько у нас здесь 675 пикселов переворачиваем здесь 150 пикселов все понятно нам нужны размеры на 675 пикселов значит здесь мы ставим 675 так проскочил это клавиатура работает плохо пикселов и полностью так здесь у нас сохраняем отношение пропорции высота по умолчанию нас не интересует выполнить сохранять не будем и закрыть так вот эти фотографии которые у нас крупные мы просто выделяем и удаляем чтобы не мешались они нам вот у нас остались уже готовые по размеру фотографии для этого можем посмотреть подробнее вот они 675 пикселов все прекрасно а следующая проблема которая нужно будет решить а это чисто композиционное решение ну всех будет это свое индивидуальное решение я исходила с чего что в данном случае если мы будем делать очень высокий баннер то есть мы съедим очень много свободного места то есть будет затрачено в пустую а для того чтобы показать полностью изображение но не полностью но хотя бы иллюзию полное изображение создать я решил делать простую обыкновенную прокрутку вот как вы видите на этом баннере то есть баннер получился узкий и изображение ну плюс-минус доступно зрителю видно то есть у вас решение может быть свое я вот исходил из этого и решил вот таким вот образом и сейчас закрываем браузер и открываем photoshop а создаем файл создать и размером вот как раз но я уже делал пробовал меня этот размер стоит 675 на 150 72 пиксела и прозрачный фон окей создать то есть вот все мы создали дальше что загружаем так открываем открываем эту папку и выделяем все и открываем то есть вот мы все эти три файла загрузили одновременно так так где у нас вот у нас баннер так и сейчас мы будем каким образом то есть берем вытаскиваем сначала один файл и перетаскиваем загружаем его сюда и сразу его удаляем он нам уже не нужен то есть вот один файл нас загружен таскин 2 точно также перетаскиваем и удаляем и третий файл с ним делаем то же самое удаляем так автоопределение ставим так так вот у нас все три файла сейчас загружен то есть скрываем слои и видим у нас вот пустой слой и три файла и сейчас начнем уже делать конкретно каждый слой каждому слою создавать текст ну допустим эти слои мы с видимостью убираем оставляем только наш в данном случае этот слой и сейчас мы так и здесь уже можно перемещение делать стрелочками вверх-вниз то есть вот мы сделаем вот этот наш последний так много где-то будет он становится вот на таком вот и сейчас щелкаем так сначала мы посмотрим что у нас здесь вот так стиль это ваш выбор да так хорошо так щелкаем по тексту и сделаем сначала последний наверное так переключаемся на русский язык так это ваш выбор это ваш выбор то есть вот у нас уже и шрифт тот который мы и ставили то есть вот у нас один слой уже готовый с текстом так мы его отключаем и делаем еще один стиль стиль так стиль стиль мы сделали дальше еще один слой делаем с sony переключимся в английскую раскладку так sony за это так хорошо так поменьше размер дел так по толще таким вот образом так далее что можно немножко придать тень легкую 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 тень так прозрачность так смещение один пиксел всего и прозрачность такой легкий объем пусть в данном случае будет то есть вот еще один у нас кадр готов то есть мы берем убираем так и убираем так и это так следующий самый на самый первый кадр сделаем так вот у нас первый кадр так мы сейчас выделяем и немножко поднимем вверх так так здесь напишем также текст создадим sony xperia то же самое так 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 посмотрим еще раз здесь так здесь у нас белая надо белая так значит соответственно берем изменяем цвет да полностью белые сделаем и к этому слою также сделаем тень тень так так и сделаем кое-какую подкладочку то есть мы добавим слой перетащим его ниже этот слой покрасим в белый цвет так раз белый цвет сделаем его немного прозрачным а нет наоборот наверное наоборот так переключимся здесь и покрасим в черный цвет и немножко так прозрачно сделаем вот что хорошо у нас видно было xperia так теперь control t выделяем этот слой и начинаем его деформировать так вот так то есть и сделаем вот такую вот подкладочку для того чтобы у нас лучше было видно то есть ну где-то таким образом пойдет форматирование провести то есть немножко слишком они накомканные хотя бы немного мы выделяем слой так нам слой вот этот слой и провести форматирование так здесь увеличить 25 допустим раз мало 50 вот это уже лучше и немного сдвинем слишком у нас они сдвинутые так у нас готов так следующий этот слой мы опять также отключаем он у нас готовый и у нас остается еще вот этот слой так что у нас здесь еще вот этот мы отключаем так так здесь мы делаем текст что у нас так что у нас так sony xperia так у нас здесь подкладочки нет вот уровень защиты ip55 и ip60 так все понятно значит здесь мы пишем так белом у нас не получится поэтому берем какой-нибудь серый окей так уровень защиты русский уровень защиты чтобы металл по-моему ну как ну как ну как так двадцать семь 7 вот так вот ага пи так пятьдесят пять слышь так ну вот у нас еще один следующий готов ну особо не будем презираться это слишком долго всякие эффекты делать то есть нам важен главный принцип то есть вот мы все вот это вот сделали а следующий этап нам нужно сейчас анимировать для этого мы открываем сразу так выключаем все вот это вот так уровень защиты это и включаем всего лишь наш первый первый наш слайд включаем защиту так и вот так 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 вот вот это у нас первый наш слайд первый слайд с него мы и начнем так сначала мы опустим вернее опустим да слайд вот таким вот образом стрелочками опустим вот это у нас первый слайд и нас есть здесь два способа создать анимацию вот первый это по созданию анимационного кадра и через шкалу времени ну начнем мы со старого метода вот именно амминиционный кадр это метод который первый появился по моему фотошопе а второе это уже ну немножко шкала ближе к таким видео редактора ну наверное следующем занятии мы разберем следующую шкалу а пока создадим анимационный кадр нажав на эту кнопку мы получаем вот этот вот кадр это наш первый кадр что нам нужно сделать дальше нам нужно сделать прокрутку для этого нажимаем вот на эту вот иконочку создать кадр и мы создаем точно такой же кадр создаем точно такой же кадр и на этом кадре мы уже выделяем так у нас должен быть выделен вот вот именно этот слой и прокручиваем не сюда прокручиваем сюда вот таким вот образом то есть вот мы зафиксировали кадр здесь но потом разберемся так нажимаем control и выделяем второй кадр то есть нас оба кадра выделены и вот здесь вот есть иконка создать промежуточные кадры нажимаем на нее и создаем в течение допустим вставляем еще пять кадров между этими кадрами выделение все слои но здесь вот в принципе тут нам не нужно ничего менять вот эти атрибуты пусть будет все включено и выделяем ok создаем то есть вот еще у нас создалось пять кадров внутри лишний если много будет мы просто уберем вот сейчас задача наша первый кадр вот здесь вот есть внизу на каждом кадре обозначение время в течение которого показывается этот кадр вот в данном случае здесь 0 стоит секунд мы поставим что первый кадр у нас будет показываться допустим две секунды последующие кадры 0 и 1 секунды 0 и 1 0 и 0 и 1 и последний кадр у нас будет показываться ну допустим он две то мало будет пять секунд то есть и вот уже кусочек анимации мы уже создали поставим здесь постоянно прокручиваем чтобы неоднократно проход и нажимаем кнопочку play вот с и он сейчас повторяется то есть две секунды стоит кадр и пять секунд здесь то есть вот мы уже создали кусочек анимации следующее на основе вот этого последнего выделенного кадра еще один кадр на нем удаляем все вот это что нас не интересует то что было и создаем второй кадр второй кадр у нас вот этот вот так и здесь вот уровень защиты ip55 то есть вот у нас создался этот кадр он тоже у нас по умолчанию пять секунд приобрел ну наверное пять секунд это будет много но в начале мы создадим плавный переход между ними для этого контролл опять нажимаем выделяем оба создаем промежуточные кадры и здесь всего лишь создаем допустим три кадра и не пять секунд а по 0 1 задаем им также чтобы было более мягкая так и у нас получается этот кадр мы создадим ну пусть будет у нас три секунды окей так и следующее создаем еще один такой же кадр и на нем мы делаем вот эту вот прокрутку то что телефон падает в воду коли он водозащитный так много вот так вот он упал в воду так и опять же выделяем предыдущий с control выделяем промежуточные кадры создаем допустим их 7 кадров окей и им задаем по также 0 1 0 1 можно их выделить все и один раз задать 0 1 ну уж так по дедовски то есть вот и сейчас можно уже просмотреть часть этой анимации то что у нас получается так все вот и далее что мы делаем далее мы делаем выделяем последний кадр на основе его создаем еще один это все мы удаляем и создаем последний наш кадр вот этот вот и в котором у нас сейчас будет стиль и и sony xperia тогда нет это не то вот у нас а где у нас вот он этот вот вот sony xperia так создаем также с control нажимаем с предыдущим создаем промежуточные кадры три кадра задаем им также по 0 1 секунды так хорошо так теперь берем этот у нас три секунды на основе его создаем еще один кадр также так сделали этот кадр на нем мы удаляем вот этот текст а включая один вот этот выбор 1 и с предыдущим сделал делаем плавный переход по 0 1 секунде вот данном случае у нас получился такой баннер так и последний сделаем ну пусть быть пять секунд подольше когда очень быстро крутится баннер наверное это не очень хорошо и у сейчас попробуем включить что у нас создалось вот то что мы создали так нажимаем стоп и сохраняем так сохраняем для веб так гиф ну качество самое хорошее он получается 1 мегабайт размером можно здесь его также даже просмотреть в этом окне вот он здесь прокручивается но все нормально так 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 немножко окно у нас не входит нажимаем сохранить сохранить выбираем рабочий стол а так без имени так 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 напишем баннер баннер 1 сохранить все так это мы сворачиваем так это мы тоже сворачиваем где у нас вот он наш баннер открываем его с помощью но интернет эксплойер пускай будет так вот и у нас прокручивается вот таким вот образом мы создали такой вот несложный баннер можно сказать это самый простой способ создания баннеров ну здесь все остальное зависит от вашей фантазии то есть от ваших дизайнерских наклонностей от вашего вкуса желательно было выбрать шрифт который использует корпорации sony ну я решил сделать таким то образом на это